привет с вас дорогие друзья сегодня я буду делать поплавок он чувствительный будет очень подойдет для многих видов рыбалок поплавок из лопуха репея мы можем в сентябре октябре уже засохшие вот эти заготовочки собрать у меня на даче как сорняк сколько хочешь растет и я мог бы шлифовать у меня есть и гравер и есть дрель но не у всех же есть такие инструменты и я буду делать это все просто с помощью ножа и шкурки сейчас я все вам покажу снимаем верхнюю часть нам она не понадобится и зачищаем сейчас я сразу берем у нас два тела поплавка будет сразу разделим на две наших часть и начинаем это все просто зачищать спира снимаем ножом а потом будем зачищать шкуркой думаю все просто и понятно немножко обтисали это еще не все и здесь тоже ножом неудобно начинаем снимать верхнюю часть вот но обточили вот такие заготовки с лопуха они идеально легкие здесь нам нужно что сделать мы же на палочку сразу будем устанавливать будем сейчас разрезать ровно на две части м дальше покажу тут все аккуратно надо делать вот так вот на две части мы разрезали и здесь сейчас мы сразу установим на палочки на палочки будем шлифовать я взял вот такие вот хорошие шпажки бамбуковые есть вот они продают шпажки можно все что угодно использовать сейчас мы будем для мы будем просто склеивать это все я вам сейчас покажу здесь мы берем надфиль и надфилем пропиливать будем отверстие видите легко ведь тут просто продавил слегка и уже есть вот такое вот отверстие аккуратнее делать потому что это очень нежный материал но мы лишнее за я вам покажу замажем все сделаем берем вот такое следующий процесс покрытия я буду использовать вот такой вот клеевой пистолет мы раскаляем его и начинаем работать можно вот так вот замазать наш поплавок потом он у нас мы это все дело подровняем вот раскаляем аккуратно его видите начинает и начинаем просто замазывать верхушку мы покрыли вот таким вот клевым пистолетом и поджигаем распрямляем получилось достаточно нормально красиво низ мы комбинированно берем и даже я обычного детский пластилин взял и мы просто сейчас перед покраской перед покраской например из этого же пластилина сделаем вот здесь вот подровняем можно спаклевку делать но там цапан лак сверху же пройдет пластилин затвердеет вот здесь например слегка мы ровняем придаем конструкцию здесь вот во все отверстия пластилин как спаклевку ну из подручных средств я ребят то что я не беру есть поклевку можно спаклевку есть что-то еще есть жидкая сварка за залеза мазом жидкой сваркой как вот вот эти все отверстия так сейчас вот и сверху тоже подровняем сделаем красивый поплавок лишнее убираем ну здесь конечно лучше что-то наподобие жидкой сварки но из по я из пластилин тоже делал он твердеет может сверху сейчас пройдем и сейчас нужно этот поплавок мы просто пройдем сейчас в начале с первослой цапан лака есть хороший вот такой вот цапан лак для цепан лак бесцветный быстросохнущий водостойки для метара деле в радио и деталях его применяют и вот мы берем чтобы никакой влаги наш поплавок не попадала три слоя прямо цапан лаком проходим сейчас я вам дальше все покажу здесь поплавком не торопимся это нас только заготовка три раза я буду проходить цапан лаком не нужно чтобы наш поплавок проникала влага все было лучше три раза пройдите цапан лаком слой за слоем это и перед вот как цапан лаком и пройдемся только после этого перейдем покраски не знаю почему но когда цапан лак входит соединение с пластилином пластилин начинает твердеет напишите в комментариях ну я в принципе понятно пять слоев цапан лак сейчас просушили 10 минут еще просушили чтоб и потом только перейдем покраски пускай сохнет здесь тоже не торопимся на цапан лак лучше наносится флуоресцентный лак может такой лак рыболовный флуоресцентный быстросохнущий можно вот такой вот лак перманентный как маркеры продаются ну и все видите первый слой красной краски сейчас она засыхает второй слой красной краски и соответственно здесь то сейчас разукрасим поплавок по два слоя и сверху тоже пройдем цапан лаком далее можно ультриком тоже посвятить у меня например есть вот такой вот фонарик ультрафиолет мы например светим от быстро засыхает ну и все в принципе тут показывать просто нужно покрыть его сейчас пять слоев цапан лак я сделал сохнет остывает далее по два слоя краски и сверху тоже слоя 20 обмака все наш поплавок готов ну и последнее заканчиваем просушку и покажу вам готовы уже результат говорю все можно красиво покрасить перманентными маркерами или лаками все сейчас все это засохнет мы еще пройдемся цапан лаком и все наш поплавок готов больше я использую его для дальнего заброса такая красота получилась специальная его дело для дальнего заброса получился 7 и 6 грамм и вот такой вот поплавочек покрыли мы его цапан лаком несколько слоев и получилась такая вот красота здесь вот кембрик здесь через проволоку проходит леска кембрик этого достаточно хорошо держит здесь проходит через проволоку леска все регулируем можно отгружать отгружать я буду вот по второе тело поплавка вот посуда вот он хорошо будет лететь на дальний заброс из лопуха можно лопухистые собирать осенью а в октябре уже не из них здесь год изготавливать отличные поплавки всем пока дорогие друзья